Ребят, перед началом ролика я вам порекомендую один телефон. Это Samsung Galaxy A21s. Телефон очень хороший, также подойдет вашим детям. Он недорогой, очень компактный, очень удобный. В нем три камеры. Фронтальная камера у нее 16 мегапикселей, основная 48 мегапикселей. Также вы поможете моему каналу. Если перейдете по ссылке, там будет для вас 15% скидка на этот телефон. Переходите по ссылке в описании и приобретайте. Они есть в трех видах цвета. Это красный, синий и черный. Телефон достаточно удобный. Также у него находится сзади отпечаток пальца, три камеры по цвету. Телефон сам симпатичный, почти безрамочный, очень большой и удобный. Всем спасибо. Переходите по ссылочкам и заказывайте. А мы продолжаем. Всем приятного просмотра. Заставочка пошла. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. Ну что, ребята, всем привет. Вы на канале Никто Кроме Нас. С вами Александр Кокин. Что мы будем делать? Мы сейчас готовимся уже ремонтировать ВАЗ-2115. Вот. Что нам нужно? Нам будем начинать. Мы, наверное, с левой стороны будем варить порог. Соединитель с днищем и порог. Днище там нормальное. Вот. Выехал. Ну вот, грею сижу машину. Буду выезжать сейчас в сторону гаража. Надо растопить. У нас как, блин, назло. Пошли морозы. 25 градусов. Минус. Вот. Ну, растопим. Будем начинать. Снимем двери. Будем варить порог. Отрезать его. Я вам буду снимать, показывать. Поэтому, ребята, что, едем в гараж. Ну что. Приехали мы в гараж. Сейчас мы растопим печечку. Вот. И будем приступать к ремонту нашего автомобиля. Начинать будем мы именно вот с левой стороны. Здесь у нас очень много работы. Очень много. Я вам сейчас все покажу. Вот. Здесь у нас очень много работы. Здесь у нас нужно еще, прежде чем поменять пороги, нам нужно будет вот эту вот штуку сделать. Да. Вот такая здесь беда. Ну, как она беда? По сути, для меня это херня, а не беда. А вырезать железо и варить новое железо под петлю, я думаю, это хрень. Дверь можно поставить обратно и не снимая. Можно сделать именно, ну, варить вот так. Либо уже вырезать как нужно. Поэтому я не думаю, что это будет проблема. Вот. Ну, что. Будем откручивать все вот эти пластмасски. Все вот это откручиваем и уже будем мы именно менять левую сторону делать. Ну, и также будем делать правую. Потом будем готовить ее к покраске. Чтобы подготовить к покраске, тоже есть много нюансов. Ну, я думаю, ничего страшного. Я думаю, все это сделается, все не так уж и сложно. Но это время. Просто сейчас очень видео затянулось, да, вот с утилем до идеала, да, вот эти машины. Из-за того, что после Нового года, да, были много трудностей, были много проблем, были много дел, которых нужно было именно сделать до вот съемок этого из утиль до идеала. Ну, на данный момент я закончил. Мы приступаем к нашему... К нашим работам. Сваркам, покраскам и так далее. И восстановление старых автомобилей. И сделать, и дарить им жизнь. Вот. У нас есть две машины, я уже вам сказал. Это есть две машины. Одна сзади меня стоит, вот эта. Вторая стоит в другом месте. Про которую я вам тоже в следующем видео скажу. Пока какая-то машина, я вам не буду говорить. Будет интрига. Вот. Ну что, топим, продолжаем. И начинаем, точнее, заниматься. Погнали. Для растопки я беру вот такие вот брикеты. Ну, и есть у меня тут небольшие... Немного даже дров. Вообще, я вам так скажу, брикетами, в принципе, ничего. Нормально. Можем топиться. Поэтому, обычно я смешиваю бензин. Смешиваю бензин и смешиваю, либо этот... Ну, точнее, наоборот, наливаю сюда отработки и наливаю бензина. Вот. Но как у меня бензина сейчас нет, я, скорее всего, залью сюда растворитель. Смешиваю бензин и смешиваю бензин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что, господа, приступаем. Ну, печечку растопили. Уже, ну, в гараже потеплело. Ну, еще не сильно, еще пар идет. Вот. Что мы сегодня должны сделать? Я так думаю, мы сегодня попробуем снять двери, спилить порог старый, эти усилители внутри спилить и попробовать уже... Ну, я не знаю, получится, не получится, но мы попробуем уже сделать сам именно порог. Вот. Поэтому первая часть из утиля до идеала ВАЗ-2115. Приятного просмотра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что, ребята, пытаемся снять двери для начала. Снимаем передние двери. Вот. Ну и, в принципе, я думаю, наверное, все. Снимаем двери. Ну, и уже снимаем облицовку всю и добираемся до порогов. Днище здесь нормальное. Я не думаю, что нужно снимать сами сидения и так далее. Мы их прикроем, чтобы ничего не пылилось, чтобы ничего такого не было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прежде чем снять дверь, я, естественно, разбираюсь со всей проводкой. Где-то что-то отрезаю, потом приделываю. Либо стараюсь, ну, сначала разбираюсь с проводкой, что нужно и куда, и как. Запоминаю где-то, фотографирую где-то еще куда-то. Вот. Ну, если вот эти фишки не пролезу, да, там, через ту дырочку маленькую, там, отверстие вот это, которое идет, куда провода запихиваются, то я тогда их обрежу и буду потом уже соединять. Вот. А так, в принципе, вот я все отсоединил. Сейчас посмотрим, пролезут ли вот эти фишки там. Если они не пролезут, то я буду кусать. Скорее всего, уже здесь кусали их, потому что вот пучок изоленты вот здесь, где, наверное, скорее всего, их соединяли. Все равно надо будет разбираться, потому что стеклоподъемники здесь почему-то перестали работать. Ну, сейчас разбираемся с этим пучком, снимаем дверь, ну и, в принципе, наверное, все. Ну вот, что у нас получилось. Вытащили мы провода, они прошли через фишку, ой, фишки все прошли вот через это вот отверстие. Вот она. Ну и все. Остальное у нас здесь фишка. Вот она фишка. И вот здесь три провода я обрезал, я их сделаю, ничего страшного. Вот. Ну и все. Откручиваем два болта на 13 вверх-вниз и снимаем дверь. Ну и, в принципе, все. И такую же процедуру мы делаем задней дверью. Задних проводов, конечно, меньше. Там не установлены замки, не установлены, чтобы закрывались, открывались только передние двери. Не установлены динамик, стеклоподъемники тоже не установлены, они только спереди. Поэтому там наверняка будет всего два провода, из-за того, что даже, наверное, скорее всего, не будет там проводов. Что-то я, кстати, даже не замечал. Может быть, там и не будет. Ну ладно, это полбеды. Нам еще дверь надо открыть, потому что дверь не открывается. Я так думаю, там стоит защита от детей. И дверь перестала открываться. Ну, будем разбираться. Ну и все, снимаем дверь. Ну вот, все, ребят. Дверку мы сняли. Остается заднюю. Ну, заднюю будем сейчас разбираться тоже. Все, откручиваем вот эту всю пластмасску. Все вот эти откручиваем, снимаем. Вот. Здесь тоже снимаем внутренние пластмасску. И все. И продолжаем, что. Снимаем заднюю дверь. И крыло, наверное, я думаю, тоже снимем сейчас. Вот. Здесь хорошо. Не как на жигулях. Здесь можно их снять нормально. Вот. Также можно играть ими немного, потому что здесь зазор. А так, если что, зазорами тоже можно играть. Ну и все, что. Пока не могу попробовать. Не получается открыть дверь. Сейчас мы... Нам надо взять свет. И попробовать. Знаете, что сделать? Есть... Ну, на некоторых машинах есть... На некоторых машинах есть у нас, если вы знаете, защита, да, для детей. Вот. Скорее всего, когда я покупал эту машину, хозяин мне сказал, что дверь не открывается. Но, в принципе, я понял, наверное, почему она не открывается. Потому что вот петля сгнила, да. И я так думаю, если бы я ее открыл, у меня бы дверь просто упала. Вот. Он, как мне сказал, типа, да нет, дверь все хорошо, все нормально открывается. Просто мы ее что-то закрыли. Почему-то она не перестала, ну, закрываться. Либо он на самом деле не знал и думал, что вот, ну, защелкнулась и защелкнулась. И хер ее знает что. Вот. В пятнашках где-то идет, где-то не идет. Вот эти, знаете, защита для детей. Ну, я так думаю, наверное. Вот. Потому что я поспрашивал. Здесь вот она именно есть. Сейчас я вам покажу. Камеру переставлю. Вот она, о чем я вам говорю, ребят. Это вот она, сама защита. Вот. Вниз ее, либо вот вверх. Все. И здесь, с этой стороны, я думаю, то же самое. Вот я, по крайней мере, пока полез, чтобы не разбирать обшивку и так далее. Полез пока что, думаю, вот так проверю. Опа. Сейчас, секунду. Вот. Попробуем посмотреть, есть ли там. Вот там вот. Можно будет попытаться. Потому что щель, она видна сразу же. Вот. И посмотрим. Ой, упал. Вот. Где у нас? Вот замок сам. А внизу сама должна быть вот эта пимпочка, который нужно попробовать приподнять вверх. Сейчас я, конечно, попробую. Просто камера неудобна. Пока отключусь, ребят. Отверка, конечно же, туда не подлезешь. Поэтому, я думаю, нужно что-то придумать такое вот примерно, чтобы можно было попробовать подцепить. Вот. А сейчас я вылезу, буду что-нибудь изобретать. Но отвертка именно не подлезть. Поэтому, что, продолжаем. Сейчас будем что-нибудь пробовать. Можно будет что-то из чего-то нужно. Точнее, нужно будет что-то из чего-то сделать. Вот. А сейчас из чего сделать? Будем смотреть. Я думаю, можно будет попробовать вилкой. Согнуть вилкой и попробовать вилкой сделать. Наподобие примерно что-то вот так. Пока не знаю, получится или не получится. Вот. Давайте посмотрим, получится у нас или нет. Ну что? Вот мы открыли дверь вилкой. Нужна нам была всего лишь вилка. Так. В принципе, петля нормальная. Может быть, и я не прав был. Но мы сейчас посмотрим до конца. И откроем, сейчас поднимем. Вот. Немного тут поцарапали. Но ничего страшного. Да, вот скорее всего, ребят, вот эта вот, вот она ржавая. Поэтому я долго мучился, чтобы ее отщелкнуть. И с этого момента у нас, получается, заклинила дверь. Вот. Как-то вот так. Ну все, что? Берем ее сейчас, снимаем. Дверь. Вот. Да, у нас здесь, видите, получается, начинаем открывать дверь. И качается. Ну да, скорее всего, чтобы не запалиться, то, что дверь умрет. Видите? Вот я качаю дверь. И петля вместе с ней уходит. Поэтому я так думаю, что хозяин специально дверь закрыл. На этот замочек. Чтобы, ну, не открывал я дверь при осмотре. Но я, в принципе, так и понял, когда покупаю машину. Во-первых, за такие деньги, что мы хотим. Вот. Поэтому. Ну что, будем делать. Что теперь сделаешь? Вот. Вот. Погнали. Что? Ремонтировать дальше. Короче, дверь не открывается из-за петли. Петля идет на излом. Вот. И дверь, она вот она, наполовину открылась. И все. В итоге, я, наверное, что думаю? Хер с ним. Все равно здесь уже мы будем спиливать, да? И варивать что-то новое, ну, усиливать сделаем наверняка. Либо, может быть... Ну, вообще, я думал купить стойку. Может быть. И нормально сделать, как должно быть. По сути, в принципе, почему... Ну, зачем тратить деньги те же, если можно из нее тоже сделать. Она стойка сама нормальная, не гнилая. Здесь вообще, как бы, все хорошо. Именно сгнило вот этот вот центр. Под петлей вот этой. Как будто, ну, здесь вода скапливалась. Если я сделаю новые пороги, то, в принципе, я могу, грубо говоря, от порога просто вырезать вот так вот. И вот здесь. И здесь заново сварить уже к порогу. И у меня, в принципе, то же самое и получится. Не обязательно что-то рубить, то, что-то там сверлить и так далее. Поэтому, я думаю, хрен с ним. Сейчас я дверь на излом возьму, сломаю вот эту вот штуку до конца. И уже сниму дверь. И там уже будем определять. Потому что она у нас идет вот она. Видите? Вот я дверь открываю посильнее. И вот она туда загибает. Вот максимум дверь открывается. Поэтому, я думаю, хрен с ним. Будем... Ну, что, получше, то и будет, короче. Так, ну что, дверь мы сняли. Все. Сейчас снимаю вот этот весь пластик. Вот у нас что здесь творится. Вообще, в принципе, петля, я не скажу, что плохая. Но здесь нужно будет просто все заварить и сделать по фэншую. И все. Я думаю, будет без проблем. Как я вам и говорил, по поводу задних проводов. Видите? Ни один провод не идет сюда. Хотя, ну там, да, там и не магнитолы, это не колонок, ничего нету. Поэтому ничего не идет. Сейчас мы откручиваем пластмассу полностью. Долезаем до порогов. Вот. Крыло снимаем. И уже... Ну, крыло, там бампер. Это все здесь внизу надо откручивать. И уже мы будем приступать к порогам. Завтра надо доехать, будет купить новые листы на арку. Тоже арки будем все переварить. Потому что вот это, ну, нахер говно, это оставлять нет смысла. Как-то так. Сижу я, ребят, такой в гараже, не пойму. А у меня птичка залетела в гараж. Вон она. Как она попала сюда, я даже не знаю. Ты что, птичка? Ну что, ребята, продолжаем заниматься ВАЗ-2115. Сейчас сдергиваем колесо. Снимаем все вот эти пластмасски. Вот. Ну и до самого переда снимаем. Крыло снимаем. Вот. И начинаем снимать пороги. Смотреть вот эту петлю. Что можно с ней сделать. И так далее. Так, что, колесо сняли. А сейчас продолжаем дальше заниматься. Пластмассками всеми разбираем полностью машину. Чтобы удобно было распиливать уже порог. Подставлять, чтобы ничего не мешало. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, сняли колеса все. Снимаем полностью все левую сторону. Разбираем, чтобы удобно было варить порог и так же срезать. Сняли мы пластмасски. Там вот такие вот у нас идут фишки. Или вот как они там. Вот здесь. Короче, саморезы хрен открутились. Все ржавые пришлось немного ломать. Но тут в принципе ломать-то и нечего. Я отвертку чуть-чуть подцепил. И оно, видите, здесь порогов нет. Поэтому они отсоединились в легкую. Что мне нужно будет сделать? Мне нужно будет съездить купить вот эту арку. Что-то руки затряслись. Ну и, естественно, порог. Порога здесь нет. Ну, днище нормальное. Вы сами видели то, что за днище я цеплял. Нормально. Сейчас мы снимем переднее крыло осталось. И все. Переднее крыло я его сделаю. Оно нормальное. Здесь оно ржавое. Здесь есть дырка. Я ее дырку эту заделаю. Я вырежу и сделаю все по фэншую. Вот. Не обязательно крыло будет новое покупать. Потому что оно нормальное крыло. У нее снизу немного ржавое подгнило. И вот здесь. Здесь я сделаю. Снизу я сделаю. Вот. Остальное здесь просто ржавчина. Здесь нет дырок. Ничего. Просто вот краска отлепилась. Вот она. Все. Остальное зачистить. Пройти для ржавчины специальной. Грунтовкой. Боксидкой вот этой. И все. Так крыло целое. Сейчас мы его снимем. Сначала подкрылок снимем. Очень сложно снимать. Потому что все саморезы там полная жопа. Вот. Еле их откручиваю. Вот они. Саморезы. Еле откручиваю. Этот вот пришлось вообще выдергивать. Подергивать. Вот он. Ну и здесь дальше так пошло. Вот. По подвеске все нормально. Ну и все. Что? Приступаем. Я так думаю. Спиливанию порога. Ну в итоге мы снимем. Вот они пороги лежат. Новые. Сейчас мы переднее крыло снимем. И будем вваривать. Спиливать. Точнее порог старый. И новый вваривать. А там уже будем смотреть что и как. Скорее всего может быть даже здесь же порог как идет. Я так понимаю. Вот он досюда. До половины. И здесь уже идет сам вот этот вот кусочек. Потому что снизу здесь его тоже нет. Я вообще думаю просто сделать. Съездить купить вот эту штуку. Именно вот такой вот. Она вот маленькая идет. И так понял. Отсюда уже у нас идет арка. Вот. Вот я думаю скорее всего наверное съездить надо будет купить вот эту и арку. Ну и так в принципе все. Днище само целое. Полностью. У нас само целое днище полностью. И здесь сзади тоже целый соединитель. Но соединитель мы все равно вырежем и поменяем. Вот. Как-то так. Ну и естественно вот с этой петлей нужно будет что-то решать. Ну и все. Больше вроде здесь проблем нету по сварке. Смотрите ребят. Редко увидишь когда на таких машинах да. Вот смотрите это передний я снял этот подкрылок. И смотрите что я еще увидел под подкрылком. Это не еще один подкрылок. Это вот они как шли с салона. Типа закрывающий еще защитный слой. Что он здесь идет. Вот сейчас я вам посвечу. Вот. Сейчас камер вклот. И все промазано. Здесь именно все. Вот так. Здесь вот ничего не гнилого, ничего нету. Все промазано. Короче, ребята, разобрали мы полностью машину. Крыло. Здесь у меня немного ржавое было. Я попшикал. ВДшка, чтобы отходило. Все, салоны разобрал. Вот. Ну и все. Осталось, короче, все спиливать. Заднюю арку тоже надо. Ну, кстати, надо тоже разобрать будет. Вот. Вот эту вот тоже штуку надо будет все спилить. Потому что там саморез уже не откручивается. Ну и все. И я думаю, можно уже варить. Надо ехать покупать вот эту, конечно, штуку тоже. Вот так. Машина готова к срезу железа. Так. Ну что. Это видео, ребят, вы извините. То, что это видео у нас затянется. Я думаю, это ролик у нас выйдет, наверное, где-то в выходные. Либо на следующей неделе будет задержка. Потому что в связи... У меня с компьютер сломался. Вот. Нужно компьютер сейчас чинить и так далее. Вот. Поэтому ролики все снимается. Но с небольшой задержкой будет. Вот. Все. ВАЗ-2115 полностью разобран. Осталось срезать порог, вставлять новый порог и все обваривать. Как это обварится, все мы это сразу же промазываем и собираем обратно. Переезжаем и делаем другую сторону. И потом готовим уже к покраске. Ну все. Мы, в принципе, все разобрали. Осталось, короче, спиливать полностью. Порог все спиливать. И начинать уже приваривать. Вот. Ребят, ну, сейчас мы посмотрим. Либо вот эта первая часть закончится на этом. Вторая часть уже будет все доделываться. Дальше опаздываем чуть-чуть с проектом самим. Вот. Потому что то там дела были, то там дела. И, грубо говоря, за три дня я вот как бы ничего не сделал. Максимум, что вот я сегодня целый день почти убил. Для того, чтобы вот хотя бы что-то вам показать, что вот в пятнашке уже что-то делается. Вот. Ну, я надеюсь, что... Ну, завтра будет пятница. Просто суббота-воскресенье меня тоже не будет в гараже. Поэтому я надеюсь, вам понравится этот ролик. Ждите дальше выпуски обязательно. Будет вторая часть из Утиль в идеал ВАЗ-2115. Там я уже вам покажу, как я заделаю уже полностью левую сторону. И буду, наверное, приступать уже к правой стороне. Но это уже будет, да, там третья часть. Первая часть, вот, начало как бы ролика есть. Поэтому всем спасибо, ребят. Поддержите меня комментариями, лайками. Если что, пишите в комментарии, какие есть вопросы. Также все ссылочки в описании у меня. На ВК, на Инстаграм и так далее, и так далее. Поэтому всем спасибо. Бай-бай. Бай-бай.